В настоящее время идет сбор необходимых документов для применения данной амнистии, после чего каждое личное дело осужденного будет на комиссионное рассмотрено и, соответственно, принято решение. Либо применять к нему закон об амнистии, соответственно, будут составлены документы и в прокуратуре они подписаны, либо будет вынесено решение, что он не попадает под действие закона об амнистии. В первую очередь попадают те, кто будет освобожден по менее тяжким статьям, либо не представляющие большую общественную опасность, беременные, инвалиды, несовершеннолетние, одинокие женщины, воспитывающие детей до 14 лет, участники боевых действий на территории других государств, пострадавшие от чернобыльской аварии и других радиационных загрязнений. В следующую очередь уже попадут все остальные, которым будет сокращаться срок наказания на год либо два. Те, кто освобождается не со снятием судимости, они либо отбывают свое наказание, или если они освобождаются просто от наказания, то они становятся на учет до погашения судимости, с ними, соответственно, проводятся за весь период погашения судимости профилактические различные профилактические мероприятия. Они приглашаются в инспекцию на проведение групповых занятий воспитательного характера с ними. Беседа проводится чаще, направляются при необходимости к врачам, к наркологу, в Центр по социальной защите и занятости населения. Есть такие люди, которые являются инвалидами, либо как-то уже после того, как совершили, и они не могут к нам являться сами. Соответственно, мы таких посещаем по месту жительства, потому что не факт, что он будет освобожден по снятию судимости, соответственно, его надо предупредить, что он еще отбывает дальше наказание, и с ним будет проводиться дальнейшая работа. Судили из-за хулиганства с группой ЛИТ. Я отбыл наказание чуть меньше года, через месяц. Я очень рад, что меня аминистрировали. Не смогу успокоенно гулять. В данном случае несовершеннолетний был осужден по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь за совершение хулиганства к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. За время нахождения на учете им было допущено два нарушения, в начале отбытия наказания, но в последующем несовершеннолетний осознал противоправность своих деяний, исправился, посещал профилактические мероприятия, проводимые инспекцией, как спортивные, так и иные общественные мероприятия. То есть всем своим поведением и образом жизни показал, что он готов исправиться и впредь вести законопослушный образ жизни.